Эти персонажи вымышлены. Любые совпадения с реальностью случайны. Аманда, я не шучу! Не смейте его открывать! Не смейте! Не смейте! Не читайте! Аманда, не читайте его, пожалуйста! Что там? Скажите, чёрт побери, что там? Факундо Арано Нэнси Дюпла Леонор Бенедетто Нора Карпена Рауль Риццо И Карина Зампини В сериале Падре Корахе Идея Адриана Суара Сценарий Маркеса Карневале и Марселы Герти Субтитры создавал DimaTorzok Режиссёры Мартин Сабан и Себастьян Пивотта Скажите, чёрт побери, что там? Если подумать как следует, то полагаю, вы правы. Вам лучше узнать о содержании письма после свадьбы Клары. Что там? Скажите, что там? Скажите мне. Вы готовы стать счастливым, если в письме написано, что вы больше не священник? Скажите, что там? Вы не готовы. Я уже принял решение. Независимо ни от чего. Я должен его уважать. Выньте письмо из сумки. Выньте, не уходите. Прошу вас. Я дам вам совет, падре. Прошу вас. Не оставайтесь сегодня ночью один. Я запрещаю вам уходить отсюда. Спокойной ночи, падре. Прошу вас. Я запрещаю вам выходить из церкви. Я запрещаю вам выходить из церкви. Скажи, что это неправда. Что неправда? Что, что? В чём дело? Скажи, что это неправда. А о чём-то? Это просто фото, больше ничего. В чём дело? Не в чём, это просто фото. Что это, Арасо? Только не подумайте, что у нас с Неной что-то есть. Клара, постой. Ты никуда не уйдёшь, пока не объяснишь. Что я должен объяснить? Мы разговаривали, это подстава, понимаешь? Нет, вы не разговаривали. Ты, как отец, считаешь её шлюхой. Я не считаю её шлюхой. Лучше подумай, кто это вытворяет с тобой и со мной. Поскольку мне наверняка сорвали свадьбу. Ты куда? Этих людей убили, сеньоры. Убили. Прошу вас, не позволяйте Коста властвовать над вами. Он наводит страх на весь город. Прошу вас. Что вы такое несёте? Это всё клевета. Тогда согласитесь на повторное вскрытие. Я могу сам его произвести. Он лжёт! Лжёт! Я не позволю нарушать покой двух честных тружеников только из-за того, что какой-то... Агитатор! Агитатор хочет прославиться больше самого Карахе. Идиот! Как тебе взбрело такое в голову? Вы тоже будете угрожать мне, доктор? Почему вы не скажете правду людям и не прекратите поясничать? Скажите правду, правду! Что здесь происходит? А ты не встревай! Братья, братья, прошу вас. Это же Месса. Месса? Прошу вас. Тихо. Синьор Мэр. Если вам есть что сказать, то сейчас подходящий момент. Разумеется. Этого человека подослали наши заклятые враги, которые хотят посеять в Лакрус раздор. Они клевещут на правительство и обманывают свой народ. Вы заговорщик, который не почитает даже Господа! Он лжёт! Уведите его! Немедленно уведите! Он лжёт! Я докажу, что этих людей убили! Какой же ты гад! Кто там? Ирма Хауреги! Проходи. В чём дело, Ирма? Сегодня Клара Гирико и Рассио Коста женятся. Да. Да, да. И? Что в этом такого? Я хотела спросить, пойдём ли мы... Насчёт себя я не знаю, а вы с Пипо можете сходить. Просто там будет столько народу, а мы с Пипо поженились в такой сложный момент, когда тут были мухи. Мне бы хотелось задним числом показаться в обществе, потому что, мне кажется, никто так и не узнал, что мы женаты. Не думай, Ирма. Полагаю, все уже давно поняли, что вы женаты. Да, конечно. Тогда именно поэтому... Дело не в том, что я хочу покрасоваться. Но я так рада и так горда, что я жена Пипа, Хауреги, что хочу, чтобы меня узнали. Очень хочу. Я рада это слышать. У меня к тебе будет просьба. Всегда люби его. Но помни, что всю жизнь у тебя будет два ребёнка. Этот и Пипо. Это верно. Пипо такой необычный. Иногда сквозь мужчина в нём проглядывает ребёнок. Меня никогда так не любили. Я так счастлива. Прошу прощения. Что с тобой, Клара? Ничего. Скажи, что с тобой. Ничего. Что случилось? Нервничать перед свадьбой. Помолчи. Что с тобой? А где Арасио? Даже не упоминая его, прошу тебя. Что ты сделала? Похоже, Клара нашла новый предлог, чтобы поссориться с Арасио. Замолчи, Анна. Хватит, хватит. Скажи, что случилось. Расскажи, прошу тебя. Я не знаю, мама. Похоже, у Арасио. Роман с женой Лаутаро. С этой шлюхой? Что ты говоришь, Кларита? Этого не может быть, это же абсурд. Но, мама, это так. Я видела фотографии, они там вместе. Не спеши осуждать. Должно быть какое-то объяснение. Не надо мне никаких объяснений. Хорошо, что я узнала об этом до свадьбы. Я же сказала. Всё что угодно, лишь бы не сказать «да». Хватит подливать масло в огонь, лучше помоги разобраться. Успокойся. Клара выйдет за него замуж, или я не Анагирико. Боже мой. Надо прихорошиться. Сегодня свадьба Арасио Коста и Клары Гирико. Ты в курсе? Да. Как это должно быть красиво, Меча? Выходишь из церкви, вся в белом, а люди аплодируют тебе и бросают рис. Впрочем, впереди ещё два часа, и всякое может случиться. Не просто выдать замуж Клару за Арасио. Столько лет встречаться и расходиться. На этот раз они поженятся. Не знаю. Пока сама не увижу, не поверю. Об одном надо молить, чтобы Падро Хуан не вёл эту церемонию. Представь, как она будет смотреть ему в глаза. Говорят, да, Арасио. Убиться можно. Падро Хуан отстранён, он не может вести службу. Вот и слава Богу. Слава Богу. Хотя не знаю, что хуже Меча. Если он больше не священник, то может примчиться на коне и похитит её, как в кино. Хватит, Тетэ. Он священник и хочет им быть. И он не ворвётся на коне в церковь и никого не похитит. Клара выйдет замуж, и точка. Прости, Меча. Ты права. Тут не о чем волноваться. Это будет самая обычная и скучная свадьба. Прости. Выпей лучше и прости меня. Не надо было мне этого говорить, ведь я знаю твои чувства к Падре. Сегодня он должен получить письмо, где будет сказано, священник он или нет. И ты надеешься, что да. Я надеюсь, что нет. И надеюсь, что оно придёт после того, как Клара выйдет замуж. И хочу надеяться, что он придёт ко мне и предложит мне уехать с ним. Разве я многого прошу, Тетэ? Как пришло письмо? Ты шутишь? Нет. Я не открыл его санту. Ты с ума сошёл? Возможно. Нет, точно. А вдруг тебя отлучили? И ты свободен и можешь делать, что хочешь? Даже жениться. Я ничего не могу делать, потому что поклялся самому Богу. Бог знает, что это был акт отчаяния, и ты свалял дурака. Подстрекаете на святотатство, Дьяк? Где письмо? Оно спрятано, падре. Я прочту его только после свадьбы Клары Гирико. Мудрое решение, мудрое. Не надо так шутить, падре. Речь идёт о счастье. Где письмо? Принеси и прочти его. Оно спрятано. Его у меня нет, Санто. И не ищи его, оно не здесь. Письмо Аманды Хауреги. Я не хотел искушать себя. Благородный жест, очень хорошо. А Аманды его прочла? Да. Значит, Аманда знает, а ты нет. Да. Ты ненормальный. Как вам не стыдно? Вы не понимаете, что падре Хуэн страдает за преданность своим убеждениям? Он страдает из-за Божьей ерунды. Я запрещаю церковному Дьяку так выражаться, понятно? Хуан. Хуан, не делай этого, не будь глупцом. Таково моё решение, Санто. Уйдите, Дьяк. Готовьтесь к церемонии, а завтра и решим, останетесь ли вы здесь или нет. Понятно? Не беспокойтесь. Я уеду сегодня же вечером. Надеюсь. Держитесь, падре. Вы идёте верным путём. Да? Тогда почему я чувствую совсем наоборот? Орфель! Орфель! Синьор Орфель уже уехал? Орфель! Орфель! Нет. Орфель! Нет. Дорогой. Дорогой. Почему? Почему ты так несправедлив? Ладно. Я тебя предупредил. Ты явился победить меня, но не смог. Попытка не удалась. Твоей невинной игре пришёл конец. И я хочу, чтобы ты это понял. По-хорошему или по-плохому. Сегодня же ты уберёшься из Лакрус. Иначе я тебя зарую в могилу, мерзавец. Хватит, Мануэль. Он всё понял, чёрт побери. Надеюсь. Надеюсь. Займись им. Приведи его в чувство, Понсо, чтобы он мог вести свой драндулет. Сегодня же. Поганец. Хватит, хватит, хватит. Уведи его. Уведи его, Понсо. Видеть его не хочу. И чтоб больше его здесь не было. Спокойно. Осторожнее, осторожнее. Ты представляешь, он хотел меня погубить. Я думал, ты его убьёшь. Слава Богу, ты отпустил его. А ты ещё сомневался? За этим коммунистом? Так называемым коммунистом. Скрывается он. Дьявол использует этого идиота, чтобы поиграть с невинностью и простодушием народа. Но мы пришли вовремя. Ему конец. Конец. Клара, мы можем поговорить? Позволь объяснить. Это не то, что ты думаешь. Что тут объяснять? Я всё отлично видела, Арасио. Что ты видела? Ты видела фото, на котором я касаюсь лица Нэна, и всё. Да, да. Это жена моего брата. Раньше надо было об этом думать. Да пойми, эту фотографию сделали, чтобы досадить нам. Чтобы сорвать свадьбу. Как это ловко, да? Я выясню, кто это сделал. Меня это не интересует. Я выясню. Меня это не интересует, Арасио. Тебе не интересно знать, кто это сделал? Нет. Понятно. Отличный предлог, чтобы не выходить замуж. Кто это сделал? Ты или священник? Постой, Клара. Не трогай. Пожалуйста. Очень прошу тебя. Не продолжай. Раз так, то я не могу выйти за тебя замуж, Арасио. Что ты сказала, Клара? Что слышал? Всё понятно. Ты это серьёзно? Ты не выйдешь за меня замуж из-за того, чего нет? Из-за фото? Ничего нет? Нет. Как же нет? Тогда что же я видела, Арасио? А что ты видела? Фото, просто фото. Да, фото. Но его сделали, чтобы навредить нам, чтобы мы не поженились. Это сделал священник. Нет. Это его рук дело. Не говори глупости, Арасио. Извините. Но я всё слышала. Падро не способен совершить подобное. Я в этом не уверен. Подумай, Арасио, подумай. Эту фотографию сделали, чтобы досадить Лоутаро и Нэнни. Ты знаешь, о ком я говорю? Нора. А кто ещё? Нора. Нора Понса? Но говорят, она изменилась и стала послушницей. Брось, Клара, я отлично её знаю. Значит, по-вашему, это сделала Нора? Да, да. И что же на этом фото? Что означает эта близость? Просто жест признательности. Признательности, больше ничего. Ты находилась при смерти, а она оказывала мне поддержку. Между мной и Нэной ничего нет. Честно. Честно. Между нами ничего нет, дорогая. Проблема решена. Тогда давайте оставим эту греческую трагедию и займёмся делами поважнее. Скоро свадьба, а у нас ещё конь не валялся. Арфель. Марси, что с Арфелем? Он мёртв. Что? Залезай. Кати отсюда и больше не возвращайся, парень. Послушай меня. Я ошибся на ваш счёт. Я думал, вы порядочный человек. Ты просто многого не знаешь, парень. Так что не суди обо мне. Уезжай отсюда, тебе же лучше будет. Давай. Я так далеко не уеду. Если останешься, тоже. Твоему шефу недолго осталось рулить. Езжай. Скоро ему наступит конец. Давай, давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Спокойно, спокойно, парень. Что с тобой? Что сделали с тобой эти мерзавцы? Не волнуйся, спокойно. Сядь назад. Я отвезу тебя. Что ты делаешь? Я тебя отвезу. Держись. О, Господи. Что ты делаешь с моим чемоданом? В чём дело? Мне надоело чувствовать себя идиотом. У тебя нет стыда. Неужели ты думаешь, что мы с твоим братом? Что хочу, то и думаю. Знаешь, теперь меня ничего не удивляет. В последнее время вы с Араси очень подружились. Не смей так говорить со мной. Как хочу, так и говорю. Я лишь хотела привести его в чувства. В моей постели или в его? Я тебе это не позволю. Не смей поднимать на меня руку. Я хочу, чтобы ты сейчас же ушла отсюда. Кто тебе дал фотографию? Кто тебе её дал? Лаутара, как ты можешь этому верить? Я верю тому, что вижу. Знаешь, отец был прав. Ты никогда не перестанешь быть... Шлюхой. Шлюхой. Нет! Я ей и умру! Марсия, тебе нужно прилечь. Так будет лучше. Какой ужас. Какое несчастье. Бедняга. Именно в день свадьбы. Мама. Что ж, отличный повод. Давайте наденем траур и этот дурной знак. Я бы на твоем месте отложила всё на год или на два. А вдруг ты всю жизнь будешь несчастлива из-за того, что здесь скончался этот старик? Прекрати, Анита, хватит. Иди, проверь, как там Марсия. На неё очень подействовала смерть этого синьора. Потому что она его нашла. Если бы его нашла ты, то с тобой было то же самое. Боже, бедняга. Кларита. Что, мама? А что с фотографией? Какая фотография, мама? В нашем доме только что умер человек. О чём мы говорим? Это ужасно. Пусть земля ему будет пухом. Но это очень важно. Это действительно очень важно. Арасио не способен. Подумай. Он не способен на такое, Кларита. Дорогая, это твоё счастье. Вся твоя будущая жизнь. Не отворачивайся от него. Скажи мне одну вещь, Клара. Что? Посмотри на меня. Что? Ты уцепилась за это для того, чтобы всё отменить, поскольку в глубине души ты боишься и не уверена в себе. Ты говоришь, как она, мама. Дорогая. Арасио, твое будущее, дети, дом, всё, о чём ты мечтала. Держись за него. А почему нет? Быть может, это тоже любовь. А, вот ты где. Надеюсь, Клара швырнула тебе в голову обручальное кольцо. Нет. Клара разумный человек. Она понимает, что всё это было подстроено психопаткой Норой или священником, чтобы сорвать свадьбу. Ты думаешь, если твоя невеста проглотила эту байку, то и я должен это сделать? Я тебе вот что скажу. Свою шлюху я уже выставил на улицу, так что подумай, что ты делаешь. Зачем ты её выгнал? Да между нами ничего не было. Что ты тут видишь? Что это? Просто фото. Ты прикасаешься к ней? Да, я благодарю её, идиот. Я не идиот. Мы всё видим по-разному. Это точно. Вас не на час нельзя оставить одних. Мы... Смотрите, что выкинул ваш сынок. Мы разговаривали. Боже мой. Почему вы смеётесь? Я смеюсь над тобой. У меня нет ни капли сомнения, что эта шлюха будет наставлять тебе рога с каждым встречным. Но не с твоим братом. Можешь думать о нём что угодно, но Арасио романтик. Он никогда на такое не пойдёт. И кто же сделал этот снимок? Не знаю, его подсунули под дверь. А, это наверняка наша монашка. Я тоже так думаю. Позвольте? Да. Извините, сеньор, но пришёл сеньор Франко Фроттичелли, фотограф. А, да, пусть минутку подождёт. Посмейте только открыть рот. Проходите, дружище, проходите. Здравствуйте. Добрый день. Я пришёл за авансом, как мы договаривались. Насчёт свадьбы. Да-да, разумеется. Сейчас я выпишу вам чек. Но прежде я хотел бы задать вам один вопрос. Случайно не вы сделали эти фотографии? Нет, нет. Не я, сеньор, нет. Попробуем ещё раз. Посмотрите внимательно. Нет, нет, я не проявлял их. Это точно, точно. Вы уверены, что это точно? Да. Что да? Да, что уверены? Или да, что проявляли? Скажите честно. Да, я проявлял их. И кто принёс вам негативы? Нора Понсо. А, позвольте. И какой я обещал аванс? ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, отель. Слушаю. Это вы? Зачем вы звоните? В чём дело? Зачем вы это делаете? Мама? Мама? Клара сегодня выходит замуж. Вы это знаете. Там падре Хустину, который занимается подготовкой свадьбы. Так что сделайте всем одолжение, падре. Сегодня же уезжайте из Лакрус. И уезжайте как можно дальше. Оставайтесь там и молитесь, прося прощения у Бога за всё зло, что вы причинили. Хватит, мама, хватит! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет, спасибо. Очень вкусный чай. Кто же эти подлецы, которых ты не назовёшь? Это штучки моего врачевателя. Ничего себе. Потерпи. Я больше не нужна? Нет, если что, я свистну. Нена, послушай. Потом расскажи, что там у вас с Лаутаро. Ладно, ну иди. Как ты мог связаться с этими людьми? Ты не представляешь, как они опасны. Если никто ничего не будет делать, то наш мир загнётся, Мизина. Вот как, и ты один хочешь его исправить. Ты напоминаешь мне Карахи. Он так и не появился. Нет, и не появится. Он уехал навсегда. Не сразу, но он всё понял. Здесь его ждал верный конец. А ты, молодой, у тебя ещё всё впереди. Не дай себе погибнуть из-за этих подлецов. Живи! Но надо что-то делать. Город изнывает от несправедливости. Надо объединить людей. Этот город живёт в страхе, парень. Коста – хозяин Ла Круз. Коста и его дружки. Стоит кому-то высунуть нос, и ему конец. Ты ещё дёшево отделался. Но здешний народ не будет рисковать, чтобы потерять то малое, что имеет. Но у него, по крайней мере, сохранится достоинство. А ты классный парень. Я бы с радостью пошла за тобой. Но вот остальные… Давайте начнём с вами. Остальные потом присоединятся, Мизина. Ладно, успокойся. Утро вечера мудренее. Они поддержат нас. Ладно, отдыхай. Спасибо. Спасибо, что привезли меня сюда. А тебе спасибо, что научил водить эту зверскую машину, которая издаёт такой жуткий треск. Отдыхай. Спасибо. Пришло письмо из Курии. И? Ты видел его? Я его не читал. Чего ты боишься? Себя. Потому что ты способен отпустить тормоза, броситься к Ларе, сорвать её свадьбу и уехать с ней. Способен или нет? Знаешь, у меня к тебе будет огромная просьба. Я так больше не могу. Оставь меня в покое. О чём ты просишь? Чтобы я забыла о тебе? Забыла, как сильно я тебя люблю. Ты это просишь? Хоть бы в этом письме было написано, что тебе оставляют сан священника. Да, хоть бы это было так. Такую же тоску, бессилие и боль, что у тебя, я сама уже давно испытываю к тебе. Я же иду, иду. Давай, шевелись. Мануэль, что за крики? В чём дело? Здравствуйте. Будьте добры, расскажите Кларе то, что рассказали мне. Давайте. Да. Эти фотографии, на которых снят сеньора Арасио, были сделаны норой Понса. Я не знал, для чего они ей нужны, иначе не стал бы их делать. Видишь, дорогая, всё было подстроено норой, чтобы вызвать ревность у Лаутаро. Синьор Мэр, я могу уйти? Да, конечно, ступайте, дружище. Вы позволите? До свидания. До свидания. Раз мы выяснили этот прискорбный случай, то со свадьбы, полагаю, всё в порядке. Или она отменяется? Кларита. Хорошо. Полагаю, я должна принести извинения, Арасио. Нет, не надо. Ничего не надо. Тогда всё решено. Как у нас дела? По-моему, осталось решить один вопрос о посажённых родителях. Мне кажется... Разумеется. И для Арасио, и для меня будет честью, если ты займёшь место Марии Хулии. Элиса. Верно, сынок? Конечно. Спасибо. Спасибо вам. Я с радостью это сделаю. У нас к тебе есть просьба, Мануэль. Да, Клара? Поскольку Алехандро нет... Мануэль, мы бы хотели... Мы бы хотели тебя... Да, конечно, конечно. Невесте нужен посажённый отец. Элиса. Клара, я буду счастлив вести под руку двух самых красивых женщин в Лакрус и обеих за один вечер. Спасибо, Мануэль. Марсия. Не надо так. Ты же едва его знала. Ты меня не понимаешь, Анита, не понимаешь. Арфель был моей надеждой. Никто никогда не обращал на меня внимания. Никто так хорошо не относился ко мне, как он. Он даже подарил мне музыкальную шкатулку. Тебе не кажется, что ты уже слишком стара для этого? Тебе ведь не 20 лет, Марсия. Почему ты так против моего счастья? Я тоже хочу, чтобы меня любили. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Не лишай меня этого. Я такой же человек, как и ты. У меня есть чувства, потребности, мечты. А этот человек был тем, о ком я могла думать. Для кого я могла прихорошиться? Кому я могла улыбнуться? Это ведь не ты. Не ты, Анна. О чём? Это не ты его убила. Я не способна совершить подобное. Марсия. Арфель был преклонного возраста. У него наверняка были проблемы со здоровьем. Я не могла бы убить человека, чтобы удержать тебя. Поплачь. Поплачь, тебе полегчает. Постой, я принесу фату. Не шевелись. Скорее, у нас мало времени. Я и так нервничаю. Я дал клятву. Я поклялся Богу, что если он спасёт тебя, я отрекусь от нашей любви. Мама уже пошла в церковь, а Коста ждёт тебя в гостиной. Скажи ему, что сейчас оденусь и выйду. Клара. Клара. Я знаю, что ты не до конца уверена в себе. Только посмей передумать, иначе я тебя убью. Ты что говоришь? Ты отлично поняла. Привет. Сплошные нервы. Стой спокойно. Фата, это очень важно. Ты прелесть, успокойся, дыши глубже. Всё хорошо, да? Да. Клара! Поторопись! Твоя жертва уже сгорает от нетерпения. И куда вы поедете на медовый месяц? В Европу. А, это хорошо. Мы хотим поехать в Париж. Хочется встретить Рождество в Париже. Там сейчас красиво. Да. Мы так долго откладывали эту поездку. Вы там были? Да. Смени выражение лица. Я хочу умереть. Я хочу умереть. Что ж, пора идти. Нехорошо заставлять невесту ждать. Да-да, конечно. Идите, я догоню вас. Да. Мне кажется, вам лучше не присутствовать на церемонии. Вы уже не священник, и вам там нечего делать. Если только вы не мазохист. Закончили? Да, закончил. Не вздумайте что-либо сделать. Спокойно. Я хочу умереть, брат. Вместо того, чтобы умирать, вымой лицо и причешись. А потом иди к Аманде и прочти письмо. Если тебе не вернули сутану, тогда придешь и уведешь Клару. Но борись за нее. Борись. Аманда, письмо. Письмо, 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 где оно? Мы договорились, что вы его прочтете после свадьбы Клары. Да, но я передумал. Мне сейчас же нужно письмо. И вы нарушите обещание? Да, нарушу. Давайте письмо. Но еще утром вы так не думали. Прошу вас, Аманда, я передумал. Я хочу знать, что говорится в письме. Аманда, чтобы принять верное решение, я должен прочитать его. Я не хочу снова ошибиться. В письме говорится, что вы больше не священник. Не играйте со мной, Аманда. Прошу вас, дайте мне письмо. Я не играю. Я сказала, что в этом письме. Клара, наверное, вот-вот скажет «да». Поспешите. Я тебя умоляю, ради всего святого. Мне нужно это письмо. Отдай его, пожалуйста. Аманда, пожалуйста. Умоляю, Аманда. Санта Мария. Спасибо, Аманда. Убийство ваших мужей нельзя оставлять безнаказанным. Но на полицию мы рассчитывать не можем. Это личная армия Коста. И на правосудие, тем более, поскольку оно представлено людьми той же породы, что и сам мэр. Что же нам остается делать? Создать собственное правосудие? Нет, нет, нет. Постой, парень. Этих святых бедняжек просто убьют. Да их и так уже убивают Мизина. Ты еще не поняла? Нет, приятель, нет. Это ты не понял. Ты даже не представляешь, на что способен Мануэль Коста. Не встревай. Послушай меня. Не встревай? Надо встревать, Мизина. В том-то вся и проблема. Не встревай. Как же так? Горстка психопатов не может играть жизнью целого города. Надо пойти против Коста. Если мы поднимем народ против этого деспота, то ему придется подчиниться. Это единственный способ отобрать у него власть. И это давно надо было сделать. Это наш единственный путь. Вы со мной? Да, да. А ты, Мизина, со мной? Послушай меня. Я знаю всю правду. Я знаю, что между тобой и Арасио ничего не было. Этот снимок сделала Нора. Ладно, ты имеешь право злиться. Но скажи, что я должен сделать, чтобы ты меня простила? Нена. Смотри. Смотри. Я купил тебе платье, чтобы мы вместе пошли на свадьбу. Знаешь, что меня больше всего убивает? То, что ты не доверяешь мне. И знаешь почему? Потому что ты весь в отца. И думаешь, как он. Для тебя я тоже шлюха. И всегда ей буду. Убирайся. Убирайся отсюда, Лаутара Коста. Исчезни. И чтобы я тебя больше не видела. Мы собрались здесь, чтобы скрепить священными брачными узами союз Клары Герико и Арасио Коста. Остановитесь, падре. Фильм озвучен компанией «Интракоммуникейшнс». 2004 год. Фильм озвучен компанией «Интракоммуникейшн». «Интракоммуникейшн». Фильм озвучен компанией «Интракоммуникейшн». Продолжение следует...